Дольщики компании «Семир» вновь остались без обещанных ключей от квартир. 29 июня истек очередной срок сдачи дома. Договоренность о переносе сроков на конец июня была достигнута еще в мае этого года. Однако, чуда не случилось и на этот раз. Люди, вложившие свои деньги в строительство дома на улице Чайковского, вот уже третий год не могут получить положенные квартиры. Кто прав, а кто виноват, разбиралась Саргылана Захарова. Обещанного три года ждут эту известную поговорку, в полной мере подтвердил застройщик дома на улице Чайковского компания «Семир». Строительство, начавшееся еще в 2014 году и по плану, которое должно было завершиться еще в 2015, по сей день не может дойти до своего логического заключения. Обещаниями, как говорят дольщики-строители, их кормят каждый месяц. Ключи обещают выдать до к 23 февраля, до к 8 марта, до как раз к Исэху. Точно вам дадим? Это последние сроки. Где? Мы же на вопрос отвечаем. А после 30-го, потом опять сентябрь, Новый год, 23 февраля, 8 марта, Исэх. Ну вы же видите. После Исэха уже Новый год. Это все показуха. Почему показуха? Потому что я каждый день ищу здесь. Люди уже не верят обещаниям и не скрывают своих эмоций, высказывают слова сожалений о сделанном когда-то выборе, доверить свои кровные этому застройщику. Я ипотеку огромную оплачиваю. Ужасные большие проценты. Я теперь очень жалею, что я купила. Здесь именно у Семира. В конце концов, в результате встречи строители вновь дают слово выдать первые ключи от квартир уже через две недели. Однако, насколько реально будет успеть к этому сроку? Сегодня в доме отсутствует подключение к канализации, не на всех этажах завершена отделка. В подъезды попросту невозможно зайти, так как не обустроены входные лестницы. Конечно, Семир мог бы активизировать работу и возможность у него есть, но по какой-то причине не наращивает людьми, поэтому идет со сроком, со ссованием со сроков. Обещали они к 30 июня, но мы видим еще, что объем работы очень большой, как наружных работ, бетонных работ, так и внутренних отделочных работ. Застройщик тоже признает, темпы работ не такие, как хотелось бы, но при этом не теряет уверенности, что с 30 работниками на стройке успеет завершить объект к сроку. А почему темпы не наращиваете? Почему людей еще больше не привлекаете? Ну, привлекаем. А сколько сегодня на стройке вообще работает? Сегодня у нас стройка, ну, около 30 человек. На такой большой объект всего 30 человек? Ну, осталось немного же. Справедливости ради отметим, что в конце концов застройщик пообещал провести рабочее совещание, где примут решение об увеличении количества рабочих на стройке. Выполнит ли он на этот раз все обязательства, покажет время. Сарглана Захарова, Максим Ростовцев, НВК Саха, Якутск.